Привет, друзья! Сегодняшний ролик для любителей азиатской кухни. Я хочу вас познакомить с моим братом Александром. Те, кто уже достаточно давно смотрит мой канал, видели, как мы с Александром готовили на моем канале и на его канале и тайские, и китайские, и вьетнамские блюда. Александр очень классный кулинар в азиатском направлении. Но сегодня речь не о его кулинарных способностях, а о том магазине, который они с друзьями открыли в Москве на улице Дмитрия Ульянова. Это магазин азиатской кухни. Это изобилие, чего там только нету. Различные соусы, пасты, рис, лапша. Это просто классный магазин. Смотрите, друзья, смотрите ролик, приходите в магазин, вам-то будут рады, вас проконсультируют, вам помогут выбрать продукцию и расскажут, как приготовить вкусно, быстро и без хлопот очень вкусную азиатскую кухню. Так, друзья, вот он, этот легендарный магазин и мой легендарный брат. Привет, Олег. Привет. Ну, рассказывай, показывай свои сокровища. Вот интересная история такая, ну, которую вообще редко где можно найти, то есть это сердцевина пальмы, побеги бамбука, то, что часто используется там в китайской кухне, да, там побеги пальмы можно использовать, ну, сердцевину пальмы можно использовать для салатов разных таких, хрустящая структура. Водяной каштан, то есть это тоже редкость на полках. Соломенные грибы, цаугу. Что это за пасты? Ну, это пасты и сделанные там из всяких травок, специй тайских, да, то есть если мы говорим там, например, зеленый, красный карри, это такие базовые тайские карри, то есть там всякий галангал, лимонная сорга, каферский лайм, то, что, в принципе, ну, можно найти в свежем виде, ну, специализированных. В магазинах у нас тоже все это есть, но это прям смешано, измельчено, обжарено, то есть это такое решение проблемы, там, на 2-3 порции, да, берешь кокосовое молочко, разбавляешь, ну, вносишь туда эти пряности и готовишь какой-нибудь продукт, и на выходе будет там зеленый карри, красный карри, пинанг карри, мацаман карри. Основочки вот такие вот очень классные есть для супа том-ям, для супа том-ка, вот, то есть такие готовые решения, которые прям очень сильно помогают в процессе приготовления. Ну, то есть это натуральное все, да? Да, там нет ни красителей, ни консервантов, то есть это прям вот чисто травки, пряности, вот. Ну, та же история есть в баночках, ну, вот, помнишь, пьяную лапшу мы готовили с тобой, вот, очень интересный соус, вот, ну, паттай лапша, то есть есть там в двух вариантах там приготовить. Вот, ну, сама лапшичка, лисовая, соответственно, вот, ну, есть и пшеничная. Ну, то есть с этим вариантом, вот, да, это взять просто лапшу, то есть не надо быть каким-то специалистом, кулинаром, поваром, там. Да, вообще, вот смотри, берешь пакетик, вот так вот, оп, наобороте все написано. Вот у нас еще интересный уголок такой, это вот 13 китайских специй, 5 китайских специй, сычуанский перец, это прям интересная штуковина. У нас даже одни ребята берут сыр, делают с ним. Здесь вот у нас такой немножко, скорее всего, даже ближе к Индии уголок, то есть наборы всяких пряностей для индийской кухни. Ну, не для индийской, а просто, может, кому-то нравятся это ароматы Индии, да, то есть в любое блюдо, которое готовите, можно положить. Ну, есть вот такие вещи, которые редко где встретишь, ну, вот, к примеру, желтый маш, да, то есть обычно они, найдешь там в магазине, ну, есть поклонники этого продукта, там, красная чечевица мелкая. Ну, вот, богатенько у нас по рису есть, то есть у нас вот есть хороший рис басмати такой, ну, вот прям красивый, видишь, полкилограммчика, нужно иметь, ну, есть такой же нешлифованный, вот интересная тема, клейкий рис, ну, это то, что, ну, как раз-таки редко где найдешь, то есть такая изюминка, да, то есть это азиатский такой рис, он плотный, мощный, вот, жасминчик рис, вот так вот он к нам приезжает, это очень ароматный такой, мощный рис, прям с молочным вкусом. Ну, вот я смотрю, какой-то соус арахис, да? Ну, да, это достаточно интересный, необычный соус. Имбирный вот. Имбирный прям бомбочка, то есть мариновать там какую-нибудь курочку, добавлять при обжаривании, просто для обмакивания, очень классный соус, не все знают, что в основе его лежит желтый бобовый соус азиатский, то есть это перемолотые соевые бобы, и уже туда добавлен там имбирь, чеснок, и это очень вкусно. Тут, смотрю, сладкие соусы есть, да, заправочки, дрессинги, типа на мороженое. Да, можно на мороженое, некоторые там на йогурты хорошо ложатся, ну, есть линеечка такая вот хорошая там для рыбки, есть вот, к примеру, мед, чеснок, это такой классический соус маринад для барбекю. Кориандр, лайм, чили, смотрю, да? Да, прям вкусненький соус, на любую рыбку ложится, прям рядышком. Это соусы для обжарки, маринования. О, ну, базиликовый ты знаешь уже, такой, который, помнишь, бодренький, остренький. Да, бомбический соус. Вот, тут линеечка паст у нас, такая история. Например, имбирная паста, паста из чеснока, лемонграсс. Ну, если мы, к примеру, говорим паста из чеснока, ты там из имбиря, это может быть немножко на ленивого, да, то есть чеснок можно так измельчить. Ну, здесь он чуть-чуть помягче. Ну, имбирь уже сложнее, а вот что касается лимонного сорга, да, то измельчить его в пасту, да, вот в такую структуру, дома не получится точно, даже не пробуйте. То есть это прям очень хорошо измельчено в промышленном масштабе паста, она свой яркий вкус имеет, пряность остается, прям четкая вещь. Вот здесь у нас стеллажик такой с азиатскими сладостями, то есть кто знает, кто не знает, такие мочи, моти, вот. Ну, суть это такая сладость, это мягкое рисовое тесто снаружи, мягкая начиночка внутри, начиночки разные бывают, вот здесь вот представлены три классические, это красная фасоль адзуки, арахис и кунжут. То есть, ну, а дальше уже, конечно, производители делают вот такие вкусняхи, то есть там с клубникой, там с голубикой, ну, то есть уже разные вкусы. Ну вот, Олег, ты, наверное, уже понял, что если надо что-то покуролесить на кухне, там в азиатском стиле, то это к нам. Приходите к нам, город Москва, Дмитрия Ульянова-1, магазин азиатской кухни, будем рады вас видеть, подсказывать. В интернете, возможно, мы, кстати, будем называться Тайбро, ну, то есть братья. Вот, и также по-братски будем здесь вам все рассказывать и показывать. Субтитры подогнал «Симон»!